Ролевые и механические подземелья персонажи предложат вам расширенные варианты выбора, помимо уже существующих в Shadowlands и других версиях игры, в том числе игра за чудовищ, драконов и других необычных рас игрового мира WoW и многое другое. Короче, Элкрафт рекомендует. В предыдущей серии Лейтенант Эдалас Блэкмур был сыном Эдалена Блэкмура, генерала армии Лордерона, осужденного за предательство. Несмотря на это клеймо, Эдалас сумел заслужить награды и уважения правителей Лордерона, показав себя отважным бойцом в сражениях Второй Войны. От отца ему в наследство досталась крепость Дарнхольд вместе с соседними угодьями, где Лейтенант проводил большую часть времени. Однажды Блэкмур в сопровождении своего слуги Тамиса выехал за пределы крепости на охоту и случайно наткнулся на орочего младенца. Эта встреча станет судьбоносной и для Арчонка, и для Лейтенанта, да и для всего Азерота в целом. Юный Трал тосковал по своему учителю. Джарамин был добр с ним, с этим человеком. Было интересно проводить время. Джарамин рассказывал все, о чем спрашивал Трал, например, как и из чего сделана посуда, что находится за пределами крепости. Он рассказывал об искусстве и о многом другом, ну а Трал жадно впитывал всю информацию. Ему было интересно узнать, как люди делают такие столь интересные и красивые вещи, как например столовые приборы или рисуют картины. Но теперь хозяин прогнал Джарамина и начал самостоятельно обучать Трала. Блэкмур учил орка обращаться со всеми видами оружия, заставлял читать трактаты о военном ремесле, рассказывал о различных уловках и хитростях во время боя. Блэкмур хотел сделать из Трала непобедимого гладиатора, имя которого будут выкрикивать с трибун. Спустя несколько месяцев после того, как наставник Джарамин покинул крепость, Трал впервые увидел солнечный свет. Блэкмур привел его на задний двор крепости, чтобы орк начал практиковаться в бою на чучеле. Хватит теории и детских игр, Трал. Настало время тебе взять оружие в руки и начать биться в полную силу. Не жалей это чучело, я разрешаю бить так, как только ты сможешь. Представь, что это тролль, наш враг. Трал знал, кто такие тролли. Джарамин однажды рассказывал о них. «Возьми деревянный меч и покажи, на что ты способен. Вскоре, когда ты научишься биться, ты возьмешь в руки настоящее оружие. А теперь давай я покажу тебе пару уроков». Блэкмур ловко начал орудовать мечом. Он наносил резкие и точные удары по чучелу. Его дыхание было ровным и когда он закончил, было видно, что он совсем не запыхался. Трал взял меч в точности, как держал его Блэкмур. Затем он напал на чучело. И к его удивлению, из глотки его вырвался рев. После первого же удара, воображаемый тролль упал на землю. Трал испугался. Он подумал, что сделает что-то не так, и теперь хозяин накажет его, но вместо этого раздались громкие возгласы. «Я же говорил, что он не подведет. Отлично, Трал. Превосходно!» «Я… я не сделал ничего дурного. Тролль и меч. Кажется, я их сломал». «И поступил чертовски правильно. Первый раз в жизни взмахнул рукой, и тролль уже летит через весь двор. Так, ты, насади чучело обратно, да хорошенько закрепи. А ты принеси мне еще деревянный меч. Нет, лучше пять. Трал все равно их все переломает». Пока Блэкмур заливался смехом, Трал заметил вдалеке на стене крепости молодую невысокую девушку. Трал никогда не видел подобных ей. Она не была похожа на стражников и других слуг, которых приходилось видеть Тралу. Глаза орка встретились с глазами девушки, и ее как будто совсем не напугала его уродливая внешность. Напротив, она улыбнулась Тралу и приветственно помахала ему рукой. Несколько следующих лет жизнь Трала текла однообразно и размеренно, подчиняясь четкому распорядку. На рассвете ему приносили поесть, затем заковывали в кандалы и вели во внутренний двор Дарнхольда тренироваться. Все это время его обучал Блэкмур. Иногда он хвалил орка, но в большинстве случаев бронил и даже бил за совершенные ошибки. Трал смирился с тем, что он не достоин никаких похвал. Раз Блэкмур его бронит, значит он того заслуживает. Случайная же похвала была просто проявлением великодушия и доброты хозяина. Через несколько месяцев Блэкмур осменил другой учитель, огромный, тучный и свирепый с виду человек. «Я вышкалил тысячи молокососов, как вы, щенки, и каждой новой группе учеников я предлагал одно и то же задание. Вырвите оружие у меня из рук, и я позволю размазать меня по ближайшей стенке». После лекции ученики разбились на пары. Быть в одной команде с Тралом никто не захотел, потому он остался один. Сержант, так называли огромного наставника, подошел к Тралу и предложил ему сразиться с ним. Вначале Трал испугался и отпрянул от первого удара сержанта назад, но затем в нем что-то пробудилось. На смену страху и растерянности пришла уверенность. Трал издал громкий крик, а затем обрушил шквал ударов на противника. Сержант отбивался как мог, но в конце концов не выдержал натиска Орка. Ошарашенный такой атакой, он попятился назад, споткнулся о камень и упал. Орк набросился на огромное тело сержанта и начал его душить. Трал не мог себя контролировать, вспышка ярости затуманила его разум, он представлял, как душит Блэкмура. Трал пришел в себя лишь тогда, когда охрана и ученики оттащили его от сержанта. К крайнему удивлению Трала, сержант поднялся на ноги и засмеялся. Ха! Отличная работа, парень. Никогда я еще не был так близок, чтобы расстаться со своим мечом. Я... Я не знаю, что случилось, сержант. Вы на меня напали, и я не смог сдержать себя. Простите, что так вышло. Не нужно извинений, ты все правильно сделал. У тебя будут противники, с которыми тебе нужно будет поступить как со мной. Это неплохая тактика. Иногда жажда крови может спасти твою шкуру в настоящей битве. Но на гладиаторском бою надо больше думать головой, нежели жопой. Я хочу, чтобы ты прочел некоторые книги по стратегии. Ты ведь умеешь читать? Последующие несколько месяцев Трал начал читать различные книги о боевой тактике. Начал изучать карты, стратегию и методы осады. Однажды в одной из книг Трал обнаружил загадочное письмо и с любопытством начал читать его. Дорогой Трал, мастер Блэкмор приказал, чтобы у тебя были эти книги, и я очень за тебя рада. Я не знала, что он позволил тебе учиться читать, он и мне разрешил учиться чтению, и мне это очень нравится. Я по тебе скучаю и надеюсь, что у тебя все хорошо. Я знаю, что они заставляют тебя участвовать в этих ужасных драках. Я надеюсь, ты не ранен. Я бы очень хотела поговорить с тобой. А ты хотел бы? Если да, напиши мне с обратной стороны и вложи записку опять в ту же книгу. Господин Блэкмор просит меня искать для тебя в библиотеке нужные книги, потому я найду это письмо. Я постараюсь как-нибудь прийти навестить тебя, если за мной не будут следить. Если что, я та девочка, которая тебе помахала. Надеюсь, ты ответишь. И да, никому не говори о записке, иначе мы попадем в большую беду. Тралу очень хотелось ответить, но у него не было пера и чернил. Трал взглянул на свой палец, затем вонзил в него острый коготь и начал писать ответ алыми чернилами. Долгое время Трал ненавидел себя. Он считал себя не просто рабом, он считал себя чудовищем. Такие мысли неоднократно посещали его голову. Порой, когда его вели на задний двор тренироваться, его острый слух слышал, как люди шепчутся при виде него. Они считали его монстром. Трал долго думал, почему они так ненавидят его, но со временем он стал привыкать. Блэкмур был его хозяином, сержант наставником, а Торетто тайным другом. Все было на своих местах. Трал иногда жалел лишь о том, что ему никак не удается подружиться с другими новобранцами и солдатами, и все по той же причине. Они считали его чудовищем. В учебных боях на полном серьезе, целой толпой они хотели нанести Тралу увечья. Трал, в свою очередь, никогда не пытался их покалечить. Он контролировал свою ярость, как учил его сержант. Он не злился на них. Он прекрасно понимал, что он не один из них, он чужак, монстр в их глазах. Со временем Трал смирился с своей судьбой и ни капли не обижался на то, за кого его считает людской народ. За последние годы Трал овладел всеми видами оружия и рукопашным боем. Но носить броню ему не давали. Блэкмур считал, что гладиаторские бои, выглядят намного эффектнее, когда на участниках нет никакой защиты. Со временем тренировки становились все сложнее. Они превратились в некие игры, где Трал играл роль кровожадного орка. А солдаты славных героев, в полном обмундировании, с настоящими стальными мечами, они должны были найти способ победить могучего орка. Это была хорошая тренировка как для солдат, так и для орка. Хотя Тралу такие игры были не очень по душе. Однажды, когда Трала ввели на очередную тренировку, он заметил, как в крепость въехало несколько фургонов. Такие фургоны не были редкостью, обычно в них приезжали купцы, крестьяне и рекруты. Но не в этот раз. Лошади тащили повозки с клетками, в которых находились орки. Один из этих громадных чудовищ заметил Трала и в ту же минуту с оглушительным ревом бросился на прутье клетки. В считанные секунды чудовище вырвалось из заточения, вырвало у охраны оружие и устремилось с боевым криком к Тралу. Стена из воинов окружила орка. И спустя всего пару мгновений, Трал увидел, как орк упал захлебываясь своей кровью. В этот момент Трал узнал истину. В повозках были орки, его народ. Черт возьми, ты совсем очумел. Быстро уведите Трала в камеру. Сержант, ты идиот. Ему нельзя было видеть других орков. Черт, ты не представляешь, что ты натворил. Сержант Синь THAT З ACO. Иртonda горчица. Продолжение следует...